Всем привет, дорогие друзья, с вами Даня, это канал RockerState 6 и мы продолжаем играть в супер-маркет-симулятор. Короче, давно у меня не было, а именно два дня, немножко приболел. Возможно, вы слышите вот этот гнусавенький немножко голос. Немноженько гнусавенький голос, забыл как говорить, господи. Я только пришел с работы и сразу же записываю видос, так сказать, реабилитируюсь. У нас стало 10 долларов, полки более-менее заполнены, товар мы какой-то покупали. Вот, и опять же, записываю видос и вышел первого числа апдейт этой игры. Кстати, под предыдущим видео мне написали, типа, блин, чувак, купи склад, мы, наверное, либо в этой, либо в следующей серии этим займемся. Кстати, первый покупатель. Здравствуйте, доброе утро. Так, я надеюсь, что, да, все нормально. Спасибо всем тем, кто лайкал, комментировал, любые видосы. И также посмотрите по ссылочке в описании, там, игра вот эта, RISE, Little Story. Вот, там 16 просмотров, давайте, ребят, кто не посмотрел. Посмотрите, очень прикольная, душевная, интересная игра. И также хочу сказать, выразить огромную благодарность всем тем людям, кто подписывается на меня. Нас уже с вами 60, 61 там человек. Всем большущее спасибо, мы растем просто как на дрожжах. Если бы не вы, ничего бы этого не было. Спасибо вам огромное. И это просто мотивирует еще больше делать для вас, снимать для вас контент. Так, без сдачи, спасибо. Снимать для вас контент. Давайте, что мы сделаем? Что у нас тут? Так, ладно, давайте обслужим. Просто я думаю, насчет чего? О, я думаю, сегодня попробовать еще взять две лицензии, когда у нас будет 13 уровень. Доллар 26. Кстати, сейчас буквально перед тем, как прийти домой, заходил в Ермолином, и там началась, скапливаться очередь. Вспомнился очередь, короче, начало. О, супермаркет-симулятор. Да, вот из-за этого и хотят запретить. Вот из-за таких, как я, хотят запретить вот эти все. Вот, интернет окружает детям, и все такое понятно, блядь. Во всем виноват я. Так, менеджмент. Мы сможем купить целых три лицензии, но по 750 долларов, две, и тут 1100. Не дешевые нынче лицензии пошли, но оно и ясно. Все-таки, только доверен, ну, как сказать, чтобы не обыкому продавать лицензии. Вот, может быть, еще и не все смогут, как сказать, правильно продавать, что ли. Ну, по всем вот этим вот стандартным. Так, 50 долларов держим. Ой, что-то вас реально повалило, повалило, и у меня начинают заканчиваться продукты. И это нехорошо, потому что красные макароны уже закончились. Красные макароны уже закончились. Так, добавляем в корзину, смотрим, что еще красная мука. Она у меня вроде же была, да? Кексы, которые в пачечках. Тоже две коробки. А что нас с усуей, это все пока живет, да? Это пока живет. Так, 42. Держим. Вот сколько ты набрал кофе, господи, в офис что ли, идешь? Понимаю, в офис. Столько кофе в офис на большой коллектив, в принципе, почему нет? Пасты нет, да, друг. А, да, дружище, я знаю, сейчас закажем. Сейчас закажем, не переживай, приходи еще. Вечером зайди после работы и купи пасту. Так, давайте вот так как раз таки сделаем. Подождите, пожалуйста, подождите. Сейчас быренько, так сказать, выложу товар. Так, хорошо, сюда еще. Еще вот эту сюда. Я, наверное, с одной стороны, зря, блядь, там их много уже скопилось, еб твою мать. Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, склад мы все-таки будем покупать, но, наверное, не сейчас. Реально, можешь в следующей серии купить склад. Сейчас, думаю, все-таки лицензия плюс расширение. И вот как раз я тогда склад нужен будет прям вот. Потому что сейчас я уже, если честно, не особо успеваю покупать товары и не задерживать кассу, как это было раньше. Как вот, допустим, одну лицензию назад. Одна лицензия назад. Так, 63, 57. Все отлично. Извините, извините, давно не стоял за кассой. Вот, осваиваюсь. Блин, там вот все вот это вот на улице лежит. И это нехорошо, потому что... Да еб твою мать! Дайте мне товар выгрузить, пожалуйста. 40, блядь, английский, точка 4. Так, все, блядь, жди, жди, короче. Меня это заебало. Я пасту хочу выставить. Потому что продажи пасты падают. Продажи пасты падают. Это плохо. Мы уже заработали 500 долларов. Уже заработали 500 долларов, и это хорошо. Муки, видишь, нет, муки нету. А я хочу муку. Я хочу выставить муку, чтобы она была... Еще и молоко, закона. Ну, короче, сейчас будем закупаться постепенно. Так, ребят, здравствуйте. Добрый всем вечер. Сейчас у нас небольшая очередь около кассы. Давайте всех быстренько обслужим. Давайте так. Наличка доллар 36. Следующий. Сколько газировки взял? У тебя там зубы не отвалятся? Потом к стоматологу уже пойдешь. Я скучаю симулятор стоматолога. Ну, блядь. Ну, я же просил. Просил ты такой хуйней не страдать. А ты страдаешь, блядь. Валять сюда нахер. И ты тоже нахер вали. Все, блядь. Недостаточно. Давай 5. Все. Я себе центы. Центы взял, так. Несколько центов. 3. Все. А что это такое пошло? Почему? Уже какой человек? Сколько 5 людей пошло по одному товару? Что за херня? Я почти с ними, со всеми расквитался. Расплатился. Обслужил. Бля. Уже 5-й, 5-й человек, да, с этим товаром? Ой, ёпта. 54. Все, иди. Блин, ну реально, что-то вот сейчас в этой очереди очень много людей было с одним товаром. Меня это не особо радует. Немножко. 9 часов. 27 центов. Ой, они еще идут. Так магазин же закрыт, ребят. Магазин закрыт. Так, ладно, вы там выбирайте, пока я занесу. Повыставляю товар пока что-то. Повыставляю. Так, это у нас вот эти кексы. Сейчас, секунду. То я, блин, закупил товар и все никак не могу его выставить. А люди-то все приходят, пока я не закрыл магазин. Лол. Я думал, все, типа, NPC-шки в 9 часов вечера просто перестанут ходить. А нет, они заходят. Хорошо, пускай заходят. Пускай заходят, мы их обслужим. 37, 37, 46. Вот так вот. Не, они нормально набираются работы, просто люди идут. Вот мой единственный магазин сейчас работает, который уже закрывается. Вот так вот. Единственный магазин работает, и да, мы работаем допоздна для вас, только для вас. Так, что у нас? Ну, шоколад не особо. Давайте сейчас сделаем вот как. Нам нужно вот этих два. Хорошо, чай, упаковка. Две упаковки кофе. Две упаковки сыра, две упаковки молока. Ну, и следующее завтра. Enter. Завершаем день. Плюс 353 доллара. Не особо много мы идем. Бутилированная вода и конфеты. 3,61. Конфеты это... Это что? Конфеты здесь это что? Просто мы конфеты вроде не продаем. Мы же конфеты не продаем. А, это конфеты... Это маршмелки. Типа, ну это не конфеты. Конфеты в моем понимании немножко другое, но окей. Пускай это будут конфеты. В моем понимании конфеты это что-то шоколадное или что-то такое, но это эти маршмелки и дефир. А что упало-то? Стоп. Что-то поднялось и что-то упало. В цене. Ладно, похер. Заказываем. У нас 580 долларов. Не особо много, короче. Не шибко прям много. Я не знаю, сколько мы будем из этого состояния выбираться сейчас. Ну прям реально. Не знаю. Потому что это грустно. Потратили все, получается, на предыдущую лицензию, расширение магазина и все остальное. И в итоге немножко оказались не готовы к этому. Ну как, мы спокойно сможем дальше отбиваться? Спокойно. То есть, ну, как бы, вот мы закупили товар. Блин, я же надеюсь, я не две пачки чая купил. Ну, упаковки. То просто его ставить будет некуда. Блин, у меня же тут коробки какие-то еще стоят. Нет, я кофе купил. Сыр. Я вот что думаю. Давайте, знаете, как сейчас сделаем. Мы только что избавились, конечно, от кредита. Но мы сейчас возьмем еще кредит. Что там появится? Мы сейчас возьмем еще кредит. И просто попробуем. Попробуем расшириться. Попробуем все это сделать. Конечно, не любитель кредитов и всего остального. Но да ладно. Так, давайте купим сейчас бутилированную воду. И только что мне попытались спагетти, да. И можно... Да, давайте закажем. Сразу же. Сразу же расставим, сразу же закажем. Отлично. Или все-таки купить просто склад, пока и мозг себе не компонсировать и нормально. Это что? Это сусу. Это сусу, от которого мы избавились. Отлично. Это что? Это какой? Блин, у нас же еще... Блин, сейчас же реально мы лицух приобретем. Это же... Это же прям вообще будет. Это же будет прям вообще. Так, ладно. Окей. Допустим. Так, хорошо, это закончилось. Это закончилось. Хлеб. Нужен хлеб. Давайте добавим в корзину. Хлеб, мука. Хлеб, мука. Так, все, окей. Окей. Это мы закончили. Давайте, пофиг, идем в УЛИН. Давай сделаем вот так. Берем взять кредит. У нас 3 700. Теперь идем в счета, оплачиваем счета. Покупаем две лицензии. Лицензия. Вот так. Да еб твою мать. Че все стучат? Покупаем раз... Бля, у нас 980. А че такой маленький закуток теперь будет? Серьезно? Нам такой маленький закуток дают? Ну, так мне что-нибудь ничего не видно будет. Мне же там ничего не видно будет. Блин, еще и неудобно так. Ну, ладно, давай. Надо тогда как-то сдвигать... Блин, а как их поставить так нормально? Давай вот так пока оставим. Типа сюда будут проходить люди. Сюда будут проходить люди потом. Хорошо. Маркет. Мебель. Полки. Че у нас появилось? У нас появилась дохуя химоза. У нас появилась дохуя химоза. Мы заказываем. Остается 480 долларов. Так, хорошо. Остается 480 долларов. Я просто не знаю, как перепланировку сделать нормально. Это пока выбрасываем, это пока выбрасываем. Так, давай холодильник пока отодвигаем сюда. Оно сюда не вылезает, понятное дело. Это ставим сюда. Это двигаем вот сюда. Что-то типа такого. Блин, нам надо еще место для расширения. Пока что поставим, короче, холодильники. Как-то так. Ну да, типа что-то такого. Типа что-то такого. Так, это че? Это капсула, да? Это капсула. Ну, окей. Так, это мука. Это мука. Так, хорошо. Нас сейчас интересует выставить, получается... Я не рад перепланировке, которая у нас сейчас случилась. Мне она вообще не нравится. Не нравится, что у нас творится в магазине с этими коробками. Но! У нас появилась химия. У нас появилась химия, и мы ее должны выставить. Так. Так. Это всякие для... А, ми... Это что, мистер Пропер? Серьезно. Мистер Пропер все убрал, и спасибо не сказал. Мистер Пропер. Так, это мыло. Вообще, его бы наверх. Мыло обычно наверху стоит. Надо еще будет исправить. Сейчас мы это будем исправлять, потому что мы заказываем. Еще один стеллаж. Мы покупаем туалетную бумагу. Блин, нам не хватает тунец. Сахарная пудра. А я мед купил уже? Я мед купил. Сыр пармезан, сыр моцарелла. Так, давай пока, 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 пока. С химозой надо разобраться. Я слишком много ее заказал. Точнее... Так. Вот эту штуку надо. Вот эту штуку надо. Они будут говорить, что у нас вот этого, короче, всего нет. Но придется пока с этим потерпеть. Покупаем. Придется пока потерпеть. Блин, конечно, не очень круто будет смотреться. Ну да, сюда вообще бегать... Бегать неудобно будет. Ну, мы поставим как-то... Вот так, наверное, химозу пока что. И мыло переставим вот сюда. Это типа... А, мне показалось Эйвен. Мне показалось Эйвен. Так. Вот мыло мы сюда переставляем, получается. Так. Химоза. Химоза сюда. Но у нас сейчас максимально нет денег. Будем ставить на то, что... Все-таки люди придут и будут покупать химозу прям активно. Если нет, то мы прям максимально обостроились. И у нас получается еще полки пустые. Блин, это прям кринж. Это прям кринж, потому что полки пустые. И это не очень хорошо. Двадцать долларов. Двадцать пятьдесят четыре. Двадцать пятьдесят четыре. Так, хорошо. Давай четыре. Химоза три. Хорошо. Три ноль пять. Хорошо. Пятнадцать сорок один. И сюда мы ставим цену в два десять. Склад мы тоже, скорее всего, сегодня купим, потому что мне вот максимально... А, вот химия не выставленная. Вот не выставленная химия. Будем забивать вторую полку, но заказывать будем сейчас. Потому что слишком дорогая доставка получается в два доллара. Учитывая, что у нас сто девяносто три осталось. Это прям для нас сейчас очень дорого. Все, давайте открываем магазин. Что-то у нас по записи. Двадцать минут уже. Уже двадцать минут мы записываем. Хотя по факту мы что, мы купили расширение магазина. Две лицензии купили. Одну из которых мы пока что юзать не можем. Потому что нам нужно покупать еще одно расширение. Как-то ставить все по-другому. И покупать склад. Покупать нужно будет склад. Прям вот, я думаю, будем покупать кассира. Покупать кассира. Блять, рабство какое-то. Осуждаю. Осуждаю. Осуждаю рабство. Вот. Не будем нанимать кассира. Так. Так. А кассу запол... Блять. Все. Касса не заполнена. Не ври, мать. Не ври. Касса нихера не заполнена. Блять, ты за одним соком пришел. Кстати, сок же кончается. Сок же кончается. А там у нас появились новые продукты. У нас появилась бытовая химия. Не хотите ли взглянуть? А какой соком кончается? Я понял. Так. Тогда мы заказываем вот так. Отбеливатель я же выставил. Слушай, отбеливатель. Да, отбеливатель я выставил. Пока эта химоза нахер никому не нужна. Все идут за шоколадом, за всем этим. Потому что еще не привыкли, походу, что у нас расширение магазина. Сюда, блин, нужны лампы. Потому что... Ну, немножко не то, да? Согласись, немножко не то. Еще две лампы добавляем. Просто мы сейчас столкнулись с такой штукой, что придет народ, закончится товар. А нам еще кредит отдавать. Сколько мы там? Три косаря, да, взяли же? Три косаря у нас по факту нет. То есть, с одной стороны, а нахер я это сделал? Вот реально, нахер я это сделал? По факту я мог подкопить и жил бы все в шоколаде. То есть, сейчас мне просто заботиться нужно о том, что... Закончится туалетная бумага, закончится химия, кстати, которую берут. Химия, которую берут. А на сколько ты? На 54 доллара закупился. Бля, ну ты знаешь, что сыр пармезан уже должен быть. Ну, чувак, в следующей поставке будет. В следующей поставке мы доразберем с этим сыром пармезан. Все будет приходить чуть позже. Все будет. Так, ну активно все-таки начинают туда ходить. Но туалетную бумагу пока никто... Ну да, пока никто не брал. Но вот капсулу берут активно. Я так понимаю, у многих посудомойки. И теперь могут приобретать это у нас в магазине. Капсулу для посудомоек. Блин, на 73 бача он затарился. Это прям много. Это прям новый рекорд. Ну, учитывая, сколько он химозы взял по 20... Сколько? По 20 баксов она. Тут, тут, да. Тут понятно и так. Так, 32 в 90 оформляем. Вот реально смотришь, надо такой странный набор у них. В том плане, что... 75, 70... Ой, блядь. То, что он химозу и... Блядь, второму нужен уже сыр пармезан. Там химоза и, допустим, там шоколадка. Химоза и шоколадка. Странный такой выбор, но понимаешь, что просто у человека закончилась химия дома. А вот с другой стороны, а если мне бы здесь не было... Блядь, меда нет. Мед будет, мед будет скоро, возвращайся. Возвращайся, скоро будет мед. Вот, а если просто, да, у человека закончилось, так вот совпало, что, блин, он хочет шоколадку и все это взять. Давно не ел шоколад. Захотелось ему шоколадку взять. Тут я такой долбоеб. Блядь, чем ты не устраивает десяток яиц? Нахера тебе 4? Они будут стоить мэйби дороже. Намного дороже. Но их там будет 4. Нахера тебе 4? Апельсину, блядь. Давай закажем. Оформляем. Так, ребят, сейчас, секундочку, секундочку, подождите. Секунду, буквально подождите, я быстро распакую лампы. Поставлю сок. Сейчас, буквально секунду. И что мы там заказывали? Мы заказывали средства, которые нахер никому не нужно. Я понял. Заказывали средства, которые нахер никому не нужно. Так, два, пятьдесят, семьдесят, пять, семьдесят восемь. Ну, а не, вон, чувак взял. Ну, оно мало расходится. Мало расходится. Пока что никто не знает просто то, что у меня есть. Блядь, зато про то не знают. Никто не знает то, что в магазине вот обновление, обновление продукции. Сейчас с сарафаном радио все расскажут. О, поздравляю, ты первый, кто купил туалетную бумагу Крот. Блядь, туалетная бумага Крот. Бери, чтобы не обосраться. Такой тепловатый голос мне еще. Бля, ебатимись, три доллара. Я в ахуе. Вот это ценники. Вот это ценники у меня негуманны. Хотя нет, почему гуманны? Я мало получаю. Надо больше ценники ставить. Все, зажрался. Зажрался, надо больше ценники ставить. Пять центов. Держи. Блядь, новый рекорд. 82 доллара. Охереть. Охереть, ты затарился. Да, блядь, будет скоро ваш пармезан. Вот ты можешь сказать про пармезан, потому что ты покупаешь лапшу. Все-таки пармезану. Сыр моцарелла, блядь. Ну, хер его знает. Обычно пармезан берут. Но моцарелла, наверное, тоже нормально. Ну, я имею в виду к пасте. 67-26. И, кстати, того у нас уже 1063. Заметь, 1063. 1063. Это довольно-таки нормально, учитывая, что у нас сколько? 300 было, оставалось. Оставалось 300. Сейчас нам это просто все закупать. Я думаю, в следующей серии мы реально имем себе кассиром. Блядь. Да что же вы залюете-то нахер такие? 50, 75, 85, 88. У нас уже очень много чего заканчивается. У нас очень много всего есть. Нам нужно за этим следить. Поэтому поставим кассира. Будем платить ему там какую-нибудь зарплатку минимальную. Просто чисто школьника взять, который умеет считать нормально. Не будет нас наебывать. А если будет нас наебывать, мы наебем его в ответ. Как-нибудь. Прямо вот смотрите, полки прям пустеют. Полки прям пусть ебать. Вот это вы по 3. Это вы разобрали химию. Эту охереть. Офигеть вы разобрали, конечно. Нормаз. Нормально, нормально. Конечно, только выставили, уже все разобрали. Походу машины просто ездят, понимаешь? Машины тут ездят. 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 Вот. Окна нечем было мыть. И они сейчас затариваются химией, чтобы отмыть себе окна, квартиры. Там, балконы. Сыр пармезан. А куда тебе столько толканки? Ты, блядь, куда собралась? У вас там, блядь, бумажная пати какой-нибудь или ты срешь слишком много? 10, 15. Сода. Соды нет, да, соды нет. Закрываем магазин. Закрываем магазин. Enter. Мы сейчас в дичайшем минусе. Минус 2,228. Охереть. Сахарная пудра Пабло. Но это не она. У нас ее нету здесь. Давайте вот что сделаем. Сейчас до выставим весь товар, который у нас пока что имеется. Вот. Здесь, блин, кстати, завтраки вообще никто не берет. Ну, то есть, у них непонятно. То они берут их, то они не берут. Потому что, то я помню, сметали, там по три, по четыре, не по три, по четыре не было. Еще. Две, три коробки, то они потом его просто не берут. То они его потом просто не берут. Так, молоко еще. Еще молоко. Так, что там? Кексы, кексы нет. Сыр, да выложи. Кстати, да, сыр стали меньше брать. Такси. Такси я видел. Такси я видел. Бля, одна бутылка воды. Одна бутылка. Бля, и тут молоко. Да, еб твою мать. Сколько у меня молока? Сколько у меня молока? Так. Еще кекс. Бля, бля, у меня этих кексов реально до хера. Кексов реально до хера. Так. Ну, муку я не скажу, что прям не берут, но немного, немного, немного в этот раз, потому что ассортимент реально ебейший и просто глаза разбегаются, ты не знаешь, что просто брать. Так, хорошо, значит, еще нам в итоге надо с тобой. Кола какая-то не белая, кола не белая. Так и будем. Вот это кола. Дальше. Яблочный сок. Бля, где он? Яблочный сок. Конфеты, кстати, активно берут. Конфеты. Конфеты. Ну, йогурт, и не знаю. Туалетная бумага и вот это вот химозы всякие. Сейчас. Вот эта штука. Туалетная бумага, вот это химоза нужна. Чего там еще набрали? Это не берут. Это пока не берут. Тут ничего не надо. Паста. Паста нужна. Нужна паста. Где она? Паста. Красные макароны. Чок пики наконец-то закончились. И давайте возьмем белую муку и нам, в принципе, нормально будет. Белая мука, поплатить, доставочка. Давайте. Ну, блядь, ну что за уебище. Ну, давай где-нибудь вот здесь пока припаркуем. У нас склад, это целый магазин. Целый магазин-то склад. Вот. Так, это что это? Это мистер Пропер. Кстати, интересный факт такой. Я, когда в экспрессе работал, я работал именно в отделе химозы. Вот. Даже когда я уходил на практике куда-нибудь, короче, приходил потом. Ну, подработка была чисто, когда еще ковид был. Вот. Я работал всегда в отделе химозы. Больше мне... Ну, закреплялся за мной этот отдел. Вот. Но чем-то минус работать было. Это то, что тяжеленные вот эти вот коробки, те нужно было таскать. Вот. Каждый раз их очень много. Они очень тяжело. Они протекают. Это вообще такой пиздец. Так, все. Пускай будет столько. Оставляем макароны. Бля, нам сейчас по счету надо еще заплатить будет. Так, счет пики. Ну, в принципе, столько хватит. И давайте посмотрим, сколько нам нужно заплатить по счетам. Менеджмент счета. 31 доллар уже. Банк. Ну, у нас остается не так много. А сколько мы можем погасить, если досрочно? 735 и 2000. 2735. Ебать. Вот это я влип, конечно. Ладно. Ладненько. Продолжим в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. За то, что поставил лайк. Оставил комментарий. С тобой был Даня. Это канал Рокки 66. Всем удачи, ребята. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...